Телерадиоканал Страна ФМ. Один. На всю страну. Ну и, Максим, давайте, поскольку же тема заявлена, так старость, почему это происходит и так далее, и так далее. Собственно, что такое вообще старение с научной точки зрения? Мы-то все понимаем, да? Ну, старение, когда ты стареешь, когда ты потихонечку уже увидаешь, да? От этого никуда не деться. И не пора ли с этим процессом как-то разобраться? Может быть, его как-то можно замедлить, оттянуть на подальше? Ну, это то, над чем мы работаем. И старение, действительно, вы его правильно описали, это когда с возрастом все становится хуже. И самое главное, что с возрастом у нас увеличивается вероятность умереть, потому что мы стареющие существа. Просто если мы на секунду задумаемся, я извиняюсь за, может быть, мрачные вещи, но у нас у всех есть некая вероятность не отпраздновать свой следующий день рождения. Ну, что-то может произойти, там можно под машину попасть, может кирпич на голову свалиться, а можно заболеть какой-нибудь болезнью, возраст зависимый, старческий. И из-за нее умереть. Так вот, эта вероятность не дожить, она растет по экспоненте. Чем мы старше, тем меньше вероятность доживания до следующего дня рождения. Это и есть определение старения. Слушайте, ну а старение-то, оно происходит у всех по-разному. Вот, ну, не про людей, там, грубо говоря, черепахи, они живут по 300 лет. Почему они живут вот столько, а мы, в лучшем случае, в три раза меньше? И самое интересное, что есть вот устареющих видов, к которым мы, к сожалению, относимся, вот есть этот рост по экспоненте вот этого неприятного события, а есть виды, у которых этого роста нет. Они не стареют. У них вероятность этого дня рождения постоянная. И в этом мы видим, на самом деле, очень серьезный намек для нас, ученых, что вообще-то со старением можно разобраться. Вот, кстати, да, слушайте, а я сейчас подумал интересную вещь, об этом никогда не задумывался, ведь действительно, ну, пожилого, да, старого человека, его же видно. Мы понимаем, что этот человек уже поживший, да, грубо говоря, а вот старую черепаху увидеть невозможно. Она же выглядит одинаково абсолютно, что в 30 лет, что в 150 практически, да, ну, внешне во всяком случае. Конечно, более того, есть виды, и, может, черепахи к ним тоже относятся, так вот сходу, не скажу. Ну, который чем старше, тем становится мощнее. Например, молодые альбатросы до Антарктиды своих островов никогда не долетают. Это делают только старые, потому что только у них хватает сил. Это, вот мы считаем, это один из примеров тоже нестареющих существ. И это тут, как говорится, сразу в вопросики лезут, как червячки, потому что что же это такое? А ведь обычно старение воспринимается как, ну, неизбежный износ, ну, как механизм. Не может машина вечной ездить, там что-то сотрется и сломается. И был такой знаменитый геронтолог, специалист по старению, Алекс Комфорт, который как-то сказал, никогда не поверю, что лошадь и телега стареют одинаково. А потому что телега – это механизм, он стареется изнашиванием, а лошадь, человек и любой другой живой организм мы умеем сами себя чинить. У нас есть свойства регенерации. И до определенного возраста она прекрасно работает, а у некоторых вообще, да, очень преклонных, в смысле у некоторых животных. А потом вдруг это перестает. И вот в этом есть очень большой вопрос, с которым мы и пытаемся разобраться. Слушайте, тема интересная, мне кажется, бесконечная. Можно часами просто на нее говорить. Собственно, мы не прощаемся с вами, друзья, продолжим говорить буквально через несколько минут. Я лишь напомню, что у нас в гостях ученый-биолог. Давайте так коротенько. Максим Скулачев, друзья, мы скоро к вам обязательно вернемся. Будьте здесь. Друзья, телерадиоканал «Страна ФМ» и у нас прямо сейчас продолжается программа науки и технологий. В гостях у нас кандидат биологических наук Максим Скулачев. Максим, мы вот не договорили по поводу того, сколько, ну вообще потенциально человек может прожить. Вот сколько ему от природы заложено. Не сколько по факту мы проживаем, да, а вообще насколько это возможно. Там 100-150 лет. Ну, смотрите, есть официально зарегистрированный рекорд. И это, к сожалению, не долгожители Азербайджана или Кавказа еще кого-нибудь. Это француженка Жанна Кальман. Она прожила 122 года. Вот задокументированно никто дольше не жил. При этом она, кстати, роскошно заключила сделку где-то в районе 80 лет, что она завещает своему стряпчему свою квартиру, когда умрет. А с тех пор она прожила еще 40 лет, а он, как нормальный человек, умер в 70. И в результате он ее обслуживал бесплатно. И может ли человек прожить дольше, очень большой вопрос. Но вот то, что мы на самом деле, если разберемся со старением, сможем доживать массово до этого возраста, мне кажется, вот это было бы здорово. Особенно, если бы мы доживали молодыми и здоровыми. Слушайте, а может так специально придумано? Не грозит ли в таком случае какой-то, я не знаю, демографический взрыв на нашей любимой планете Земля? Не станет ли нас слишком много, там 12-15 миллиардов? Понимаете, тут есть такой закон в этой науке о демографии, что чем дольше живет человек, тем позже он заводит детей, тем меньше у него детей. Мы саморегулируемся очень здорово. На самом деле сейчас в развитых странах проблема скорее с депопуляцией, с тем, что нас слишком мало. И возьмите тот же Китай, как только он вышел на нормальный уровень развития, все, никакая проблема с перенаселением в Китае уже решена. А Китай уменьшается. Слушайте, а все-таки вот с научной точки зрения, Максим, с чем это связано? Я знаю, не помню, как называется, есть то ли остров, то ли полуостров в Японии. Окинаве. Да-да-да, абсолютно верно. И там самое большое в мире количество долгожителей, да? Да, там совершенно потрясающе. Там средний возраст чуть ли не 95 лет, если не 100. Да, там совершенно нормально дожить до 90-100 лет. А у них, ну можно сказать, море рядом, да, и так далее. Но море, оно везде есть, не только в одной Японии, не только на Окинаве. Ну, честный ответ, науке неизвестно. Есть несколько предположений. На самом деле, там очень странная социальная структура. Там люди не живут поодиночке. Они очень сильно завязаны друг на друга. Вот мне кажется, в этом скорее объяснено. Ну, плюс они не едят гамбургеры, а более здоровую еду. А это все-таки влияет или нас обманывает? Ну, гамбургер, он на самом деле, знаете, что самое вредное в гамбургере? Это сладкая булочка. Серьезно? А я думал, вот эти добавки всякие, которые там неприятные всякие вредные есть. Нет, это все ерунда. Сахар. И в Окинаве, конечно, к этому относятся гораздо спокойно. К традиционной японской кухне, она очень низкая по углеводам. Ну, у них же там рис и рыбы, и практически они больше ничего не едят. Да, это очень полезно. Хотя я считаю, что на самом деле главный вклад вносит, во-первых, генетика. Им так повезло. А во-вторых, вот этот образ жизни, что ты никогда не остаешься один. Ты не впадаешь в стресс от одиночества. А там есть такое понятие пожизненный друг. Это там люди дружат с детского сада, когда они только узнают своих детей, до 95-100 лет, пока они не умрут. Но это говорит о том, что отсутствие стрессов каких-то, да, какой-то внутренний баланс сохраняется всю жизнь практически, да? И отсутствие стресса, и понимание, опять же, тоже очень глубокая японская вещь, смысл твоей жизни, для чего ты живешь. И вот если это присутствует, это дает некий стержень, на котором человечка жизнь, видимо, продлевает. Слушайте, у меня масса к вам вопросов. Почему женщины живут дольше мужчины? Я обязательно спрошу еще, а если бы мы все переехали на Окинаву, получалось бы у нас даже и до 100 лет или нет? Но у нас впереди небольшой перерыв. Давайте мы позже к этим вопросам вернемся, и не только к этим, потому что их огромное количество. Друзья, напомню, на телерадиоканале «Страна.ФМ» прямо сейчас продолжается «Наука и технологии». Наша программа у нас в гостях кандидат биологических наук Максим Скулачев. Мы скоро к вам обязательно вернемся. Друзья, телерадиоканал «Страна.ФМ» вместе с вами. Ну и прямо сейчас, напомню, у нас продолжается программа «Наука и технологии». И говорим мы сегодня о старении вообще, о как процессе, о том, как его можно замедлить, как его можно изменить и так далее. В гостях у нас Максим Скулачев, кандидат биологических наук, ведущий и сотрудник МГУ имени Ломоносов. Ломонос, в добрый день еще раз, Максим, еще раз спасибо, что пришли. У нас, друзья, кстати, разговор не заканчивается, когда вы слушаете песни, у нас идут бурные беседы. Прямо сейчас мы их продолжим. Мы закинули, Максим, небольшую удочку по поводу мужчин и женщин. Тоже интересная тема. Почему так получается, что женщины живут больше, чем мы? Ну, вообще, это практически у всех животных так. Я тут, может, кого-то расстроен. А, не только люди, да? Естественно. Потому что у самцов и самок, на самом деле, немножко разные функции биологические. Самки — это всегда консерваторы. Они всегда сохраняют вот то хорошее, что изобрел этот вид. А самцы, они всегда экспериментируют, пытаются добиться чего-то нового. Это всегда такой вот челлендж. Именно поэтому всегда там у птиц самочка серая, незаметная, чтобы сохранить вид. А у самца какой-нибудь огромный плюмаж на голове, который любой хищник увидит и тут же сжирает. И тот самец, который сумел самым большим плюмажем выжить, вот его гены нужно зафиксировать уже вместе с самкой в следующих поколениях. Вот у нас это прослеживается в разной степени у разных животных. Там те же рога у оленя совершенно бессмысленная вещь. Но это просто, чтобы самцу так хорошо не жилось, как ему хочется. И осталось в том числе и у нас. Поэтому самцы и мужчины, конечно, больше склонны к авантюризму, к всяким предпринимательствам. Они более сильные, чуть что где какая драка, всегда мужики вперед лезут. В этом просто наша природа. Ну то есть получается у нас больше, у мужчин в смысле получается, что больше стрессов, да? Это тоже влияет как-то и мы периодически лезем туда, куда не надо вообще. Да, естественно. Но плюс, на самом деле, если и мужчину и женщину поместить на всю жизнь в максимально комфортные условия, вот никаких стрессов, все хорошо, на диване там, или наоборот, в спортивном зале, неважно, то все равно женщина проживет дольше. И вот в этом есть на самом деле очень большой вопрос для биологов, а почему? Почему? То есть получается, что старение можно регулировать. То есть у кого-то его можно ускорить, эти люди постарятся быстрее, а у кого-то оно замедляется. Ведь если вы подумаете, вы вспомните, наверное, как какого-нибудь пожилого человека, которому там 80-90, а он вот бодряком. Да, 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 есть много таких людей. А можете вспомнить нас о, на самом деле, официально, человек среднего возраста, 50-60, а он же с палочкой, сморщенный, вроде бы особо ничего не болел, а вот жить ему не хочется. Правильно ли? И вот это очень большой вопрос для ученых. Как? Вот где вот тот вентиль, тот регулятор, который можно немножечко вниз опустить, ты будешь стареть медленнее? Ведь он же явно существует. Вот с этим, собственно, вопросом мы и занимаемся, пытаемся это нащупать. И даже, мне кажется, кое-что нащупали. Вот это вот самое интересное, об этом мы поговорим в ближайшем будущем, здесь, на стороне ФАМ. Вообще, вот для обычного человека это странно, потому что, ну, и мужчина, и женщина состоят из одной и той же материи, да, грубо говоря? Абсолютно те же клетки. Одни и те же молекулы, те же атомы, да, и так далее и прочее. А происходит вот всё по-разному. Давайте о замедлении старения. Это очень интересная тема, мы о ней поговорим совсем скоро, через несколько минут после песни. Друзья, я напомню, что у нас в гостях ученый, биолог Максим Скулачёв, и сегодня мы обсуждаем очень важную для каждого, без исключения человека, к тему-тему старения. Скоро к вам обязательно вернёмся. А да, друзья, прямо сейчас на стороне ФМ продолжается программа «Наука и технологии». Говорим мы сегодня о процессе старения. И в гостях у нас Максим Скулачёв, кандидат биологических наук. Максим, давайте мы уже подойдём к главному, о чём мы хотели поговорить. Что такое старение, возможно ли вы изменить, и что происходит с точки зрения научной вот в этом плане. Удаётся ли это сделать? Хотя бы чуть-чуть. Ну, смотрите, у нашего проекта, в котором я участвую, который идёт в МГУ, есть рабочая гипотеза. Как всегда, у всех экспериментаторов мы должны чем-то руководствоваться. Гипотеза следующая, что мы стареем не просто так, что в нас заложена специальная программа. Мы должны постареть и умереть к определённому возрасту, просто потому что мы биологические машины, потому что мы на самом деле перестали быть полноценными животными каких-то там сто тысяч лет назад с точки зрения эволюции. Это секунды. Мы всё такие же, как первобытные люди. И в нас заложен вот этот механизм, который нас старит. И если это так, то, с одной стороны, это звучит очень мрачно, то есть как-то, получается, мы сами себя убиваем, что ли, вот так, нехорошо. А с другой стороны, это страшно оптимистичный взгляд на вещи, потому что если это специальный механизм, то его можно сломать. И тогда вот эта вот штука, она будет работать хуже и будет хуже нас старить. И мы будем жить дольше и дольше, сохранять молодость. Вот это наша дебютная идея. Слушай, звучит красиво, но это вообще реально или это из области фантастики? Вот. А дальше, вот если мы говорили с вами 12 лет назад, дальше мы бы долго обсуждали философские аспекты этой концепции. А мы уже больше 10 лет её проверяем экспериментально. И похоже, что мы скорее правы, чем неправы. Как всегда, у биологов что-то тяжело доказать окончательно, но надежда крепнет с каждым днём. Вот сейчас огромное количество людей вы порадовали, меня в том числе. Очень сильно причём. И смотрите, ведь как может быть устроена эта вот программа, механизм старения? Это ведь не так просто. Взять и растянуть, устроить такое увядание медленное у организма. Потому что есть животные, которые не стареют, умирают в один день. Например, у них там 5 раз сменяются зубы, а они стираются от жёсткую траву, а 6 раз нет, они умирают от голода. Вот такой простой способ. Но мы-то не такие, у нас это идёт медленно и печально. Мы считаем, что мы сами себя отравляем. А наши клетки, наши ткани – это такие совершенно биохимические лаборатории. Мы можем синтезировать самые страшные вещества. Альдегиды, мы синтезируем угарный газ. Всё на свете. И в том числе мы синтезируем очень активные ядовитые вещества, называются свободные радикалы, активной формой кислорода. Те самые, с которыми борются антиоксиданты, там, всевозможных кремов и тому подобное. Но они борются с внешними, а оказывается, этот яд мы производим сами. И нам удалось придумать, синженерить такое вещество, которое залезает именно вместо образования вот этих свободных радикалов в нашем теле и не даёт телу портить самого себя. Вот это вещество было изобретено 10 лет назад в рамках нашего проекта. И мы с тех пор возимся, проверяем, а действительно ли оно работает. Слушайте, ну звучит, конечно, как фантастика, если бы это не было реальной вещью. А это абсолютно реальная вещь, как вы говорите. А есть какие-то точные данные? Вот насколько у человека, допустим, конкретно удалось оттянуть момент старения? Я понимаю, что это сложно, конечно. Это очень сложно. Этот эксперимент займёт лет 30, поэтому я страшно извиняюсь. Но на животных они живут гораздо меньше. Там лабораторные крысы, мыши, мушки плодовые. Вот на млекопитающих, на мышах нам не удалось как-то кардинально продлить максимально проложенные жизни этих животных. Но молодость у них практически удвоилась. И это здорово, Максим. Давайте прервёмся сейчас вновь и продолжим очень скоро, друзья. Через несколько минут мы к вам вернёмся. Ну, друзья, хотите верить, хотите нет. У меня стойкое ощущение, что моё старение начало замедляться потихонечку за последние 20 минут. Ну, во всяком случае, мы работаем над этим. Да и всё правильно делаем. Друзья, у нас в гостях учёный-биолог Максим Скулачёв. И мы... Да, Максим, давайте уже вот конкретно, да, мы начали говорить о ваших разработках, как они проходят и чего в итоге вы ждёте вообще. Ну, вот смотрите, мы придумали вещество, синтезировали его, оно у нас есть в наших руках, которое залезает совсем вглубь клетки, в строго определённое место, там, с точностью до нанометра, именно туда, где синтезируются эти ядовитые вещества, свободные радикалы, которые, ну, если не вызывают старение, то очень здорово ему играют на руку. В этом сходятся все учёные. И дальше, ну, грубо говоря, мы начали кормить этим веществом стареющих животных лабораторных и смотреть, что с ними происходит. И обнаружили, что у них там больше четырёх десятков разных признаков старения развиваются медленнее или вообще не развиваются. А и тут, в общем, сильно призадумывались, не пора ли что-то с этим делать какие-то... К сожалению, это вещество синтетическое, оно синтезируется тонким органическим синтезом в лабораториях МГУ, и оно может попасть в человека только как лекарство, ну, может быть, как косметика. Его нельзя просто взять и есть. Но мы заметили, что наши животные, они не слепли с возрастом. У них не развивались определённые старческие болезни глаз. И это дало нам подсказку, что, может быть, мы можем это вещество капать в виде глазных капель. Это же вот то, что я сейчас держу в руках. А, да. Вы так не показываете? Это лекарственный препарат, там его должен прописать врач. А, у нас в пакетике всё. Да, да, да. И оказалось, что глазные капли прямо лечат эти болезни. И мы провели уже цикл клинических исследований, то есть на пациентах, людях, добровольцах. Мы уже больше пяти лет начали назад эту работу. Этот препарат сейчас сертифицирован, зарегистрирован. Минздрав разрешил его поставлять в аптеке, а его активно прописывают офтальмологи. От определённых старческих болезней глаз, но я вот искренне верю, что на самом деле это замедление старения глаза как такового, только одного органа. И поскольку похоже получается, да, тут, кстати, произошёл интересный анекдот. Мы в интернете, когда эти капли вышли, мы тут же выяснили, что некоторые бравые дамы их покупают и мажут себе на кожу. Пожалуйста, не делайте этого. И там слишком маленькое количество вещества. Это не поможет. Это заставило нас выпустить отдельную косметическую линию, косметический препарат для вот таких отважных дам ровно с тем же самым веществом. И вот эту косметику можно показать. Она не рецептурная, это не лекарственная препарата. Ну вот она стоит у нас здесь, да. Вот эта вот она. Это сыворотка метавитан. Но на самом деле это всё цветочки. Потому что вот то, что это работает на коже и на глазах, значит, скорее всего, это сработает и при приёме внутрь. Так же здорово, ну, может, не так же, но хоть как-то сработало на наших лабораторных крысах и мышах. И вот это самое важное. Это тот препарат системный, вот на основе вот этого, это называется митохондриальный антиоксидант СКК-1. Этот препарат уже вошёл в клинические исследования в России. Вот в прошлом году мы первый цикл провели. И пока на безопасность просто, потому что это новое вещество. Людям, добровольцам, хуже не стало, только лучше. И мы готовимся к следующим стадиям клинических исследований. И в конце концов мы сделаем, я верю в это лекарство на основе вот этого проникающего вещества. Максим, у нас буквально 20 секундчиков, кратко ответьте, пожалуйста. А сколько лет, я понимаю, что долгий процесс, да, должно пройти? Сколько лет, чтобы вы сказали, да, это работает 100%. Не так много, на самом деле. Три, пять лет. У нас есть прекрасный шанс. Мы с вами можем успеть. Друзья, учёный-биолог Максим Скулачёв у нас в гостях. Мы продолжим очень скоро. Будьте, пожалуйста, со страной. Друзья, телерадиоканал «Страна.ФМ», программа «Наука и технологии». В гостях у нас сегодня учёный-биолог Максим Скулачёв. Максим, продолжаем нашу тему. Ну, практически завершаем. У нас осталось буквально три минуточки. И всё-таки интереснейшая бесконечная тема. Что в итоге получается и какие перспективы всего этого? Ну, в плане замедления старости. Чего вы лично ждёте, как учёный, который этим занимается всю жизнь практически? Смотрите, я не уверен, что именно у нас получится. Потому что всё-таки это очень смелая гипотеза. Это же моего отца, академика Скулачёва, которую мы проверяем по программе старения и попытке её замедлить с помощью вот этих наших странных веществ. Но, как, опять же, он любит говорить, похоже, что старение превратилась, борьба со старением из некой теоретической задачи в чисто технологическую. Это возможно. Вот ещё 10 лет назад я бы так не решился в эфире на всю страну сказать, а меня бы тут же учёные закидали тяжёлыми предметами. Теперь нет? Теперь нет. Уже разрешено так говорить. То есть очень большое количество учёных в разных странах мира озадачивались этой проблемой. А почему мы стареем? Почему с этим ничего нельзя сделать? Кто сказал? С какой стати? И у нас это один из подходов. Да, конечно, он мне кажется самым перспективным, самым крутым, поэтому я ими занимаюсь. Но не мы, или, может быть, достроив как-то нашу технологию, рано или поздно, и скорее, похоже, что скорее рано, человечество сможет справиться и с этой проблемой, так же, как справилась с бактериальными инфекциями и кучей других неприятностей, которые нас поджидали, пока мы бегали с воплями по джунглям. Старение в этом смысле это ещё одна задача, которую на современном уровне технологии очень тяжело, очень сложно, с кучей всяких ограничений, но похоже, что можно решить. И вот это, конечно, как говорится, сносит крышу. В хорошем смысле этого слова, естественно. Абсолютно. То есть наш мир опять изменится. И я оптимист, мне кажется, что он станет ещё лучше, потому что захотим ли мы жить, не знаю, 150, 200, 300 лет, очень большой вопрос. Но то, что мы все захотим играть в волейбол в 90 лет, это позвольте пригласить вас на матч лет через 45. Вы знаете, Максим, я с большим удовольствием отказываться не буду. Да и, кстати, прожил бы я запросто с большим удовольствием лет 150, а то и 200. Особенно в хорошем состоянии. Конечно. И похоже, что это не такая фантазия, как это звучит. Вот как биолог, вот не могу сказать, что это невозможно. Слушайте, а когда вот это произойдёт, мы все надеемся, что это произойдёт в ближайшие годы, будем так говорить, да? Вы об этом сказали уже. Можно будет сказать, что да, ребята, это вообще настоящая революция, и теперь абсолютно мир меняется, всё будет по-другому совершенно. Вот с твёрдой уверенностью. Ну, это будет такая же революция, как изобретение антибиотиков. Ведь антибиотики продлили нам жизнь в два раза. Реально, если взять по статистике. Вот я думаю, что если замедление основных механизмов старения, когда мы их нащупаем, когда мы сумеем их сломать, даст нам ещё в два раза больше времени. И как на самом деле антибиотики поменяли нашу жизнь. У нас вот, нам с вами 44-45, мы себя чувствуем абсолютно молодыми людьми, да? Это правда. А сколько было старухи-проценщицы? Слушайте, я не помню, мне кажется, лет 37-38, где-то так же 40, но если они ничего не путают. Она была глубокая старуха. А называли её старухой, естественно. Вот, точно так же. А почему 80 человек должен быть старым? Не знаю, моему отцу скоро будет 83, он нас гоняет на семинарах в хвост и гриву. Он абсолютно молодой человек. Слушайте, ему здоровья и долгих лет. Максим, у нас заканчивается время, вам хочу сказать большое спасибо. Спасибо, что пригласили. Друзья, вам напомню, что у нас в гостях был Максим Скулачёв, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, генеральный директор фармкомпании МИТАТЕК, разрабатывающий лекарства от старости. Живите, долго не болейте. Максим, спасибо, приходите, ещё было очень интересно. С удовольствием. Спасибо. До свидания.